МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С новостями Венсплоса в эфире Курсомское телевидение в студии Татьяна Саксаганская. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во вторник на стройплощадке нового сухогрузного терминала в ходе работ была найдена авиабомба времен Второй мировой войны. В среду в Венсплос прибыла рота саперов из Салдуса, к которой присоединилась бригада из Лепаи. Большая бомба находилась на глубине около 4 метров. Не обошлось без эвакуации жителей в радиусе 500 метров. Было решено ее уничтожить в море, потому что перемещать по дороге было бы опаснее. Подробности в сюжете. 21 мая в 3 часа дня было получено сообщение, что в Венсплосе на стройплощадке нового сухогрузного терминала во время работ на глубине 4 метра был обнаружен взрывоопасный предмет весом полтонны. Следуя указаниям саперов национальных вооруженных сил, была ограничена территория в радиусе 300 метров. На место прибыли ответственные службы. Связались с соответствующими службами и начали работу по извлечению бомбы. Этим занимались специалисты национальных вооруженных сил. Группа выехала на место, осмотрела найденный предмет. Констатировала, что это действительно авиационная бомба времен Второй мировой войны – 500-килограммовая ОФАП. Бомбу откопали и приготовили к вывозу. Ждём технику, чтобы можно было безопасно её поднять и транспортировать до Венты, где её поместят на надувной плот и дальше вывезут в море для нейтрализации. В городской думе прошло заседание комиссии по гражданской обороне. Вместе с сапёрами они решали о дальнейших действиях. Перед началом проведения операции по извлечению из грунта бомбы и последующей транспортировке по Венте было получено распоряжение НВС закрыть территорию города в радиусе 500 метров около бомбы. Была проведена эвакуация жителей, а также перекрыто движение по разводному мосту и кольцу на левобережной части. Жители просили не перемещаться с одного берега Венты на другой без особой нужды, а также не приближаться к ограждённой территории. «Если произойдёт взрыв, то осколки разлетятся более чем на километр, если на земле взорвётся». Около восьми часов вечера найденные на стройплощадке сухогрузного терминала авиабомбы вытащили из земли, подготовили к транспортировке и перевезли по Венте в море. Около 23 часов НВС сообщили, что на расстоянии 15 километров от берега бомбы потопили и взорвали. Строительство Талсинской больницы набирает обороты. Завершилась закладка фундамента и вчера в стены лечебного учреждения была заложена капсула с посланием потомкам. На этом важном для талсинцев событии присутствовали руководство Северокурзамской больницы, представители Венсполского и Талсинского самоуправлений, а также строители, врачи и журналисты. Строительство Талсинской больницы – важное событие не только для жителей Талсинского края, но и для Венсполса. Ведь этот проект талсинцы продвигали совместно с венсполскими коллегами. Наша совместная работа, работа венсполских и талсинских больниц и самоуправлений, увенчалась успехом. Спасибо всем, кто верил в то, что талсинской больницей быть, что она будет новой. Сегодня мы замуруем в стену послание будущим поколениям. Это значимое событие, ведь реализация этого проекта не проходила так легко, как мы изначально предполагали. У нас были судебные процессы, строительство временно останавливали. В результате было три месяца простоя. Мы не сможем выполнить обещание построить больницу до конца этого года, но построим ее к весне следующего года. Строительство больницы осуществляет фирма «Остас Целтникс». Проект разработан фирмой «Озола эндбула». Два раза приходилось останавливать строительство из-за судебных тяжб, которые еще не закончились, но тем не менее суд разрешил продолжить строительство. С какими трудностями и коллизиями мы шли к этому первому этапу, и сегодня начинается второй этап. Фундамент заложен, дождь плодородия, так же, как поливает цветы для того, чтобы они лучше росли, так же поливает сегодня это строение, чтобы оно росло. Думаю, что жители Талса и Талсинского района давно заслужили современную больницу, оснащенную новыми технологиями. Кадры здесь есть, медики есть, техника есть. Есть возможность получить помощь. Только вот здание, хоть оно и имеет историческую ценность, ему более ста лет, все-таки не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Мы видим, что строительство уже поднялось над землей. Строятся стены, каркас здания. Нет сомнений, что уже весной следующего года больница будет построена. В 2009 году больнице в Талсе угрожало закрытие. С наступлением экономического кризиса финансирование здравоохранения уменьшилось до критической отметки. Талсинское самоуправление обратилось к Венсполскому с просьбой объединить больницы. Мы пошли навстречу. Все-таки 110 тысяч жителей Курзамского региона нуждаются в качественных медицинских услугах. Условия лечения в Талсинской больнице, состояние помещений существенно отличаются от венсполских условий. Конечно, наша целевая аудитория и жители Рои, Дундаги, Мерсракса, которые пользуются услугами Талсинской больницы. Важно, чтобы они лечились в условиях, отвечающих современным требованиям. В новом здании больницы расположится стационар на 40 койко-мест, травмпункт, операционные залы, отделение интенсивной терапии. Здесь же будет амбулаторное отделение с кабинетами семейных врачей и врачей-специалистов и дневным стационаром, в котором будут оказывать хирургическую, терапевтическую и гинекологическую помощь. Пополнится диагностическая аппаратура дополнительной техникой, например, ультрасонографом. В принципе, с технической точки зрения Талсинская больница обеспечена. Также будет оснащена и новая больница. Новая больница будет более удобная. Там будет дневной стационар. Это нужно для проведения хирургических манипуляций, терапевтической помощи. Будет для этого отдельный блок. Также будет расширено амбулаторное отделение, чтобы у врачей были благоустроенные кабинеты, чтобы и пациентам было кафорнее проходить лечение. Вчера в здание заложили капсулу с посланием будущим поколениям. В нем содержится информация о проекте. Дополнительно к посланию приложили номер газеты Талсу Вести с заместкой об этом событии и один лад. Интересно, что послание потомкам на двух языках – на латышском и на китайском. На всякий случай, а вдруг действительно китайцы в будущем заселят всю планету. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. В ночь на среду 22 мая произошел пожар. Вен спался на улице Масковос. Горела раздевалка площадью 36 квадратных метров в административном трехэтажном здании порта. На место происшествия выехали две автосистерны и машина с подъемником. По прибытии на место было констатировано, что на территории Венсполского торгового порта в административном трехэтажном здании горит помещение раздевалки. На третьем этаже находились люди. Ситуация была повышенной опасности, и на место пожара выехали еще две машины. Одной из женщин, находившейся в здании еще до приезда пожарно-спасательной службы, помогли выбраться при помощи имеющегося в распоряжении порта подъемника. Двух других из здания эвакуировали прибывшие на место спасатели. В ходе осмотра выгоревшего помещения пожарные обнаружили тело погибшего 45-летнего мужчины. Первоначально он, вероятно, надышался дыма. На его теле были следы обгорания, но не это привело к смерти. Причина возгорания, вероятно, связана с электрооборудованием. Точнее, выяснит государственная полиция. С 27 мая начнется выплата пособий выпускникам 9-х и 12-х классов. 25 латов могут на организацию выпускного получить дети из малоимущих семей. 30 латов – малообеспеченные сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей. Всего материальную помощь получат 79 выпускников. Пособия можно получить наличными в кассах социальной службы, а можно путем перечисления на банковский счет. Для получения пособия необходимо написать заявление, и сделать это могут либо родители, либо опекуны, либо сами выпускники, если им исполнилось 18 лет. Если же учебное заведение находится не на территории Винсполса, тогда еще дополнительно нужна справка, подтверждающая, что получатель пособия действительно обучается в 9-м или 12-м классе. Сегодня в Винсполской больнице собрались медицинские работники, оказывающие такой вид услуги, как уход на дому. Эту услугу оплачивает государство. Северокурзамская региональная больница оказывает ее уже 4 года в Винсполсе, в уголы Пилтона и в Талсе. Сегодня медики анализировали проделанную работу и делились накопившимся опытом. За пациентами на дому ухаживают не только медсестры, но и эрготерапевты, физиотерапевты. Несколько тысяч раз за год посещают пациентов эти медики. За 4 года услуга оказана более чем тысячи пациентам, а число визитов достигло уже почти 14 тысяч. Регулярно появляются новые клиенты, но есть и те, кто страдает хроническими заболеваниями, и кому нужен длительный уход. В марте прошлого года, кроме услуги «Уход на дому», осуществляется и реабилитационная программа, в рамках которой помощь оказывают пациентам, пережившим инсульт, инфаркт и другие тяжелые заболевания, вследствие которых у человека нарушаются двигательные функции. В этом случае к пациенту на дом приходит эрготерапевт или физиотерапевт, помогающий с помощью специального комплекса упражнений восстановить способность двигаться. Государство оплачивает эту услугу в течение полугода с момента заболевания. Плюсы услуги «Уход на дому» в том, что пациент может раньше выписаться из больницы и продолжить лечение дома, а дома, как говорится, и стены лечат. Чтобы получить эту услугу, требуется направление от семейного врача или стационарного медицинского учреждения после выписки из больницы. Предприятие «Венсполсрейс» вошло в дюжину предприятий, признанных Министерством благосостояния, самыми дружественными для семьи. В подтверждение этого статуса каждому выдали свидетельство и наклейку, удостоверяющую ведение дружественной политики, а также все 12 предприятий смогут использовать в течение двух лет специальный логотип. Кроме «Венсполсрейса» этого статуса удостоились «Латвэнерго», фирма «Грифс» и некоторые банки. Статус дружественной для семьи компании Министерство благосостояния присваивает тем предприятиям, которые стараются обеспечить доступную среду для семей с детьми, эластичное время работы, учитываются и другие факторы, например, охрана здоровья на рабочем месте, благотворительность. Впервые этот конкурс Министерство организовало в 2007 году. Каждый год перед началом пляжного сезона в зоне купания Венсполского пляжа «Синего флага» водолазы обследуют и очищают дно от мусора и других посторонних предметов, которые могут быть опасными для отдыхающих. Об особенностях работ водолазов нашей съемочной группе рассказал Нормунд Рудникс, который проверяет прибрежные воды вот уже не первый год. Чтобы обеспечить безопасное купание отдыхающих на Венсполском пляже «Синего флага», ежегодно в начале сезона водолазы исследуют и очищают зону купания от берега и до буйков. Город каждый год выделяет деньги специально для обследования прибрежной территории. Мы стараемся свести к минимуму риск для отдыхающих по раницам. Есть и веревки, и разные металлические предметы. Например, сегодня мы вытащили два больших бревна, которые долго плавали. Море есть море, оно очищается от того, что ему не нужно. И не все из этого плавает на поверхности. Грунт чистый, почти такой же, как и пляж. Белый песок, камней очень мало. Есть места, где камней побольше, но в целом грунт очень чистый. Любой заходящий в море освежиться или желающий поплавать беспокоится, насколько глубоко в прибрежных водах, особенно если пляж ему не знаком. Максимальная глубина в зоне купания на Венсполском пляже – 4-5 метров. Наиболее комфортная зона по центру, от главного входа на пляж. В этом году яма образовалась на том краю. А там грунт ровнее. Наверное, потому что песок от мола смывает назад. Слева надо очень осторожным и внимательным быть. Там есть ямы. Бывает так, что только что глубина была 3 метра, а потом сразу все 5. Прежде чем спуститься под воду, водолаз проверяет снаряжение и облачается в гидрокостюм, без которого не обойтись. Ведь сейчас температура воды немногим более 10 градусов, а на глубине всего градуса 4. Вода холодная, поэтому надеваем гидрокостюм. Сейчас раздетым никак нельзя. Полная экипировка весит порядка 30 килограммов. Но тяжесть ощущается только на суше. В воде вес не чувствуется. Кислородный баллон рассчитан на 1 час пребывания под водой. Но в среднем водолаз работают минут 45. Обязательный предмет экипировки – острый нож. Для каждого водолаза нож – обязательный атрибут. Без него никак нельзя, потому что под водой может произойти всякое. С помощью острого ножа можно освободиться, если что. Работа под водой связана с известным риском. И чтобы заниматься таким делом, нужен определенный склад характера. Под водой человек должен быть предельно спокойным. Нельзя волноваться, поддаваться стрессу. Если ты запутался, например, в сети, надо спокойно ножом перерезать веревки и продолжить свой путь. Под водой никогда нельзя паниковать, потому что тогда тебе там делать нечего. Если один раз попробовал и это понравилось, будет нравиться всегда. А если нет, то никогда уже не понравится. Чистота и максимальная безопасность зоны купания – одно из требований движения синего флага. Юлия Костенко, Ирина Курганова, Андрей Кулыгин, Курзумское телевидение. До 30 мая на канале ЛТВ7 будет транслироваться цикл передач «Край выбирает». Обращаем ваше внимание, что 25 мая в 19.30 будут показаны дебаты кандидатов в депутаты Алсунгского края. 27 мая в 22.10 – Венсполского края. Во вторник 28 мая в 20.15 – Броцинского края. В среду 29 мая в 20.15 и 30 мая в 22.10 состоятся политические дискуссии венсполских кандидатов в депутаты. С 31 мая Курзумское телевидение начнет вещать в обычном режиме. Венсполский рынок приглашают в субботу, 25 мая, на цветочный рынок. Предлагаю уникальную возможность приобрести различные виды саженцев, не только популярных, но и редких растений. В субботу на рынке соберутся торговцы из разных уголков Латвии и из Литвы. В этот день можно будет купить саженцы рододендрона, винокрада, различных сортов роз, томатов, огурцов. Впервые в этом сезоне на венсполском рынке состоится торговля ужевским пивом. Хорошее настроение создаст выступление группы «Накцник Тарс». 8 июня в 18.00 в Барвинской библиотеке состоится традиционный благотворительный концерт в рамках Международного дня защиты детей. В концерте примут участие Лаура и Николь Бабрицки, Мария Морозова, Артур Крахмалев, Алекс Лапса, Валерия Чувизова, Олеся Козловская, Юрий Саксаганский, Никита Семенова, Вячеслав Загорулько, коллектив Елены Смирновой, танцевальная группа «Дэнс Оуф Соу». Собранные в ходе концерта средства будут переданы венсполскому центру поддержки детей с ограниченными возможностями цимдэнши. Информационная поддержка Курзамское телевидение. Среди культурных объектов венсполса бесспорно выделяется театральный дом Юра Сварты. Из простого дома культуры он благодаря проведенной 4 года назад реконструкции превратился в место, где выступают все профессиональные театры Латвии, звезды шоу-бизнеса не только латвийского, но и международного масштаба. За 4 года коллективу Юра Сварты удалось вывести это культурное учреждение на более высокий уровень. Недавно 4 года отметил театральный дом Юра Сварты. Годы еще совсем юные, а успехи и амбиции этого дома, как у умудренных опытом. Здесь выступают звезды мирового уровня, проходят гастроли лучших театров Латвии и России. Театральный дом в этом году был признан самым расхваленным в Курзаме. Хвалил, конечно, благодарный зритель. Но почивать на лаврах здесь не намерены. Команда намечает все новые и новые высоты театрального дома, где смеются и переживают вместе с артистами. «Самое хорошее то, что этот дом не только построен как пустое красивое здание, но и то, что он все время полон, полон людьми, радостью, грустью. Здесь весь спектр эмоций, которые дает содержание жизни этого дома». Изначально концепция театрального дома была дать возможность жителям города оценить профессиональное искусство всевозможных жанров, говорит директор театрального дома Марис Валтенберг. В течение этих лет стало ясно, что именно хочет искушенная публика, чего именно ждет. Задача всех театров – сохранить зрителя, а значит, воспитать потенциальных, пусть не заядлых театралов, но поклонников мельпоменны. «Мы не можем однозначно утверждать, что зрители театральных постановок – только люди в возрасте. Определенно их большинство. Но наша задача – привлечь и молодое поколение. Если не происходит смена поколений, то наступит кризис, и театр больше не будет нужен. Чем больше с молодежью работаешь, тем отзывчивее она. Наш коллектив полон идей. Мы следим за тем, что происходит в мире, за тем, что актуально сейчас, за социальными сетями. Нам даны все эти инструменты, и мы их используем». Ключ к успеху найден, уверяет Марис. Прихоти и желания зрителей, а это не только жители Венсполса, но и всей курсы Майриги, изучены. Главное – только успевать их удовлетворять, что порой не удается. Билеты на долгожданные постановки раскупаются за считанные часы, и не все могут насладиться игрой любимого артиста. Это, безусловно, явление для театра приятное. «Нам удалось понять, что нужно Венсполсчанам, в какой момент что предложить, или наоборот, чего не стоит предлагать, так как нет спроса. В этом году праздник города организовывать доверили нам, также и культурную программу во время регаты. Это положительный вызов для нас. Мы и сами перед собой ставим смелые цели. Мы не останавливаемся только на выполнении обязанностей, возложенных на нас руководством. Сами ищем интересные идеи и проекты». Приоритет – реагировать не только на потребности зрителя, но и успевать за техническими требованиями артистов. Желания их, которые обычно прописываются в райдерах, – закон для театрального дома. Естественно, если похожих технических запросов много. Арсенал театрального дома постоянно обновляется. Например, света и звукоаппаратура. «Шоу у нас теперь намного ярче, красочнее. Можно работать не только на сцене, но и в фойе. Усовершенствовали нашу технику. И насколько нам позволял бюджет, настолько мы и вложились в техническое оснащение». Прогресс шагает вперед и в кассе театрального дома. Кассиры еще четыре года назад начинали работать с отрывных билетов по установленной цене. «Да, у нас были отрывные книжечки с билетами, и каждое проданное место вычеркивали вручную. Элементарно работали». Сегодня билеты продают через электронные кассы – билюшу-сервис и билюшу-парадизи. Сравнительно недавнее предложение Юры Сварты – стать другом этого дома, то есть приобрести карту друга, и получать скидки на походы в театр и на концерты. И Монте Струевича – кассира этого дома. Именно с ее приветливого лица начинается театр, а не с вешалки, как это принято думать. «Работая здесь, важно уметь общаться с людьми. Чтобы не было так, человек пришел к кассу один раз, и больше ему сюда не хочется приходить. Надо поддерживать такие отношения, чтобы человеку хотелось возвращаться сюда вновь и вновь». Она стала одной из сотрудниц театрального дома, кого чаще всего хвалили в рамках латвийской акции «Похвали за хороший сервис». «Спасибо всем, кто меня поддержал во время этой акции. В связи с этим в акции «Прославь хороший сервис» Юра Сварта была признана лучшим предприятием в Курзумы. Я рада этому. Еще раз спасибо всем, кто поддержал». За четыре года в театральном доме Юра Сварты было проведено 650 мероприятий. И в начале сезона этого года в сентябре торжественно встретят 200-тысячного посетителя. 25 мая праздник Парвинты отметит свой пятилетний юбилей. В течение всей этой недели в Парвинте проходят различные мероприятия, посвященные этой дате и этому району города. Кульминация праздника состоится в субботу. Начнется все в 12.00 с праздничного шествия от пятой средней школы до третьей средней. По окончании шествия будет дан старт концерту. Парвинта празднует. В первой части концерта примут участие местные коллективы и солисты. Затем выступит дуэт Сабина Березина-Эндрасл, ансамбль «Джесский глосс», гости из Новополоска коллектив «Суббатея», а завершит концертную программу группа «Хедлайн» солист Лаурис Бусулес. Также во время концерта Парвинты состоится награждение лауреатов конкурса «Краса города-2013». В 16.30 состоится открытие новой эстрады в детском парке «Фантазия». Первой выступить на новой эстраде доверили Марии Наумовой. Организаторы подготовили приятные сюрпризы. Занятия по душе для себя найдут и маленькие гости праздника, и взрослые. Венсполская гора Лемберга-Хута – единственная искусственная гора в Латвии, привлекает зимой сноубордистов и лыжников, а летом превращается в настоящий парк приключений. Теперь название этого объекта полностью оправдывает себя. Приключения здесь для себя найдут посетители любого возраста. Венсполский парк приключений каждый год удивляет чем-нибудь новеньким. В этом году в парке открылась целая развлекательная зона. Теперь здесь можно покататься на коньках и зимой, и летом, потому что лед синтетический. На трамплиновой и на бамперных лодках. Всего открылось пять новых аттракционов. Это бамперные машинки, бамперные лодки, автошкола, каток и трамплиновая лодка. Также привели в порядок территорию. Положили специальное покрытие, безопасное для детей и привлекательное на вид. Действуют и старые аттракционы. Установили в парке ламинарный фонтан, работающий в нескольких режимах. Я бы не назвал это аттракциону. Это красивый развлекательный объект. Фонтан интерактивный, режимы компьютеризированы, запрограммированы. А также есть две педали, нажимая на которые, можно самому менять режим. Самый впечатляющий аттракцион – трамплиновая лодка, летящая в воду с 9-ти метровой высоты. Не каждый отважится сесть в эту лодку. Конечно, не каждый отважится прокатиться на этой лодке. Все-таки высота 9 метров. Но это очень интересно, дух захватывает. На лодке можно спускаться, начиная с 7-летнего возраста, если рост не меньше 120 сантиметров. Этот аттракцион попробовали и люди в возрасте. 73-летний мужчина покатался. Так что возраст здесь не имеет значения. Новые аттракционы только открылись, а уже принимают гостей. Столичные школьники и педагоги с удовольствием исследовали новые предложения. Каждую весну школа организует экскурсии. В этом году у меня впервые пятый класс, и я решила съездить с ними в Курзамы, в красивый город Венспус. Меня привлекает батут с резинками. Но, к сожалению, моя весовая категория не позволяет мне его попробовать. Парк приключений продолжит свое развитие, расширяя круг предложений. Но о том, что конкретно будет новенького, управляющий парком пока оставил в секрете. Еще будет создана зона для холла BMX, что важно для определенной аудитории. Следующим летом обязательно будут новые аттракционы. Но какие, я пока не скажу. Для самых маленьких создана автошкола. Те, кому на автоводительские права сдавать можно будет еще не скоро, могут здесь, на миниатюрных электромобилях, осваивать первые навыки вождения. Автошкола – это мини-город. Венспус в миниатюре. Все как в жизни. Движение регулируется сигналами светофоров, установлены дорожные знаки. В специальной зоне отдыха можно устраивать пикники. Только надо заранее зарезервировать место и добро пожаловать всей семьей. Татьяна Саксаганская, Кристо Прееда, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных и до новых встреч. До 30 мая на канале ЛТВ7 будет транслироваться цикл передач «Край выбирает». Обращаем ваше внимание, что 25 мая в 19.30 будут показаны дебаты кандидатов в депутаты Алсунгского края, 27 мая в 22.10 – Венсполского края, во вторник 28 мая в 20.15 – Броцинского края, в среду 29 мая в 20.15 и 30 мая в 22.10 состоятся политические дискуссии венсполских кандидатов в депутаты. С 31 мая Курзомское телевидение начнет вещать в обычном режиме. Венсполский рынок Венсполский рынок приглашают в субботу 25 мая на цветочный рынок. Предлагаю уникальную возможность приобрести различные виды саженцев, не только популярных, но и редких растений. В субботу на рынке соберутся торговцы из разных уголков Латвии и из Литвы. В этот день можно будет купить саженцы рододендрона, винокрада, различных сортов роз, томатов, огурцов. Впервые в этом сезоне на венсполском рынке состоится торговля ужевским пивом. Хорошее настроение создаст выступление группы «Накцник Тарс». 8 июня в 18.00 в Парвинской библиотеке состоится традиционный благотворительный концерт в рамках Международного дня защиты детей. В концерте примут участие Лаура и Николь Бабрицкие, Мария Морозова, Артур Крахмалев, Алекс Лапса, Валерия Чувизова, Олеся Козловская, Юрий Саксаганский, Никита Семенова, Вячеслав Загорулько, коллектив Елены Смирновой, танцевальная группа Dance of Soul. Собранные в ходе концерта средства будут переданы Венсполскому центру поддержки детей с ограниченными возможностями ЦИМДНШ. Информационная поддержка Курзамское телевидение. Курзамское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok